Сначала у меня была идея поставить видео о том, как снимать фонарь с машины. Ну и соответственно показать, где находятся все его болтовые соединения, скрытые крепления. Что для этого нужно будет дополнительно снять, разобрать. Как все это сделать правильно. Немножко, правда, обстоятельства мне изменились. И поэтому сейчас я сделаю все в обратном порядке. И покажу, как устанавливать фонарь на машину. Но при этом покажу, тем не менее, где находятся все эти крепления. Защелки, соединения, ну и все остальное. Вот такое страшное, некрасивое, зиячее отверстие у нас сейчас есть. И мы покажем, как сюда устанавливать фонарь. Открываем капот. Выкручиваем четыре болта. Один, два, три, четыре. Крестовая отвертка, наконечник PH2. Выкручиваем дюбель-винт пластиковый. Для того, чтобы снять декоративно-защитную пластиковую планку. Вот, но это еще не все. Там есть у нее крепление. Сейчас покажу, как они там крепятся. Тут, к сожалению, будет плохо видно. Под ней света мало. Но там находятся две защелки. По крайней мере, ближние, которые нам нужны. Приподнимаем и вытаскиваем. Приподнимаем и вытаскиваем. Тем самым мы ее вот таким образом освобождаем. Для того, чтобы добраться вот для этого болтового соединения. Левое колесо на стыке бампера переднего пластикового и металлического крыла. Вот здесь, внутри, у нас находится саморез. Шестигранная головка 8 или отвертка PH2. Его нужно открутить. Выкрутили. И вот таким движением на себя и в сторону вынимаем наш пластиковый бампер. Все, он у нас освободился. Здесь у нас находится еще одно крепление. Вот в этом месте. Болтовое. Сам фонарь непосредственно. Значит, на нем у нас имеется три болтовых соединения. Первое. Второе. И боковое. Третье. Дальше. Две защелки. И четыре кленовых выступа, которые вставляются в переднюю панель бампера. И пока наш фонарь снят, мы сейчас воспользуемся возможностью такой. И сразу вставим сюда наши лампы. Дальнего, ближнего света и габаритную, по-моему, 5-ваттную. Сейчас я посмотрю. Для этого надеваем рукавички. Лампы лучше не трогать руками. Достаем. Рукавичку можно и за колбу трогать. Вот. И сейчас мы туда ее установим. На место штатное. И вот таким подпружиненным зажимом мы ее фиксируем. Готово. Зафиксировано. И теперь устанавливаем габаритную лампу. Достаем. Так, ошибся я или нет? Смотрим. Пардон. 12 вольт, 5 ватт. Я не помню, что я сказал. 5 ватт или 5 вольт? По-моему, 5 ватт. Вот. И так же самое сюда ее зазвонил телефон. И немножко мне испортился. Вот. А теперь берем эту самую 12 вольтовую 5 ваттную лампочку. И вставляем ее вот сюда в разъем. Вот таким вот макаром. Единственное, что мне вот непонятно. Сейчас как бы фара снята. Я могу туда его установить. Вот этот сам патрончик. А когда фара установлена на штатном месте. Именно левая. То я как ни пытался, я так и не смог его достать. Может я, конечно, что-то не понимаю. Но, по крайней мере, вот здесь он настолько плотно там. И далеко установлен, что мне пришлось... Мне сейчас-то не очень просто это делать. Вот. Вроде как установил. А там места вообще нет. И добраться очень тяжело. Теперь разъем наш электрический надеваем на штырьки нашей лампы. И вот такой герметичной крышкой все это закрываем. Так, вот он. Ход его. Вот таким образом, по часовой стрелке, вправо, полоборотика даже меньше, 1,4. Все, готова. Фара у нас вся готова к установке. Теперь нам нужно ее будет поставить непосредственно на ее штатное место. Так, теперь самое интересное, самое непонятное. Попробуем ее поставить на ее штатное место. Для этого весь фонарь нужно будет нам установить как бы внутрь. Сперва отогнуть все эти пластики декоративные. И вот таким образом аккуратно ее сюда засунуть. Сейчас мы помучимся немножко. Я думаю, что все у нас получится. Так, вот примерно таким образом нам нужно попасть на наши штатные места, а именно болтовые соединения. Так, вот оно первое. Вот оно второе. И вот оно третье. И немножко вот так подать ее вперед. Вот здесь, в этой стороне. Получается, ближе к центру. У нас есть защелка, о которой я говорил. Вот нам нужно это все дело защелкнуть, для того, чтобы вот эти болтовые соединения, эти отверстия масса совпали между собой. Вот так мы образом это делаем. Так, где-то она у нас не встала. Скорее всего, вот здесь. Скорее всего, вот здесь. Еще раз. Вот, все. Все, сейчас все идеально. Есть зазор, зазор. Это отверстие у нас совпало. Это отверстие у нас совпало. И вот боковое отверстие, смотрим, тоже у нас совпало. Все, поехали дальше. Нам нужны три болта. И ключик на 10. Так, вот оно первое соединение. Наживляем наш болтик. До конца не закручиваем. Готово. Второе соединение находится вот под этим декоративным пластиком. Для этого мы его немножко отгибаем. И также наживляем наш болтик. И третье соединение, оно находится у нас в боковой части бампера. То же самое. Отгибаем бампер. И уже можно его закручивать с усилием до конца. И еще одно действие. Это нужно четыре кленовых выступа загнать в эти четыре паза на передней панели. Все, мы их туда загнали. И они сели на свое место. И теперь в обратной последовательности делаем те же самые действия. Закручиваем наш саморез. Устанавливаем на место наши две защелки. Устанавливаем вот сюда дюбель-винт пластиковый. И закручиваем его. Соединяем две пластиковые панели. И четырьмя винтами крепим нашу декоративную панель. Установив его на место. Ну и самое последнее. Не забываем подключить два электрических разъема. Все. Проверяем. Все работает. Все исправно. Осталось только протереть фару и вперед. Продолжение следует.